Дорогие братья и сестры, я с чижим сердцем витаю вас благословенным имьям и любовью Господа нашего Иисуса Христа и скажу «Мир вам!» Это я вас приветствовал на украинском языке, чтобы не было сомнений, что я, собственно, с Украины. Я живу в Киеве, пастор церкви «Народ Божий». Когда мы читаем первое послание к Петру, там во второй главе написано «Некогда не народ, ныне народ Божий». Мы взяли логотипом нашей церкви «Народ Божий», и, в принципе, когда мы начинали эту церковь, нам говорили, у вас ничего не получится, это не то время. Это в 90-е годы была такая волна Духа Святого. Но я хочу сказать, что это мы меняемся, взгляды меняются, отношения меняются, Бог неизменен, Его Слово неизменно. И когда мы взяли за основание, Господи, вот здесь мы будем по учебнику этой жизни поступать, по Слову Твоему Святому, ну и церковь растет, и филиалы были, и уже такие подсковывались, вот сейчас как самостоятельная церковь. Поэтому, слава Богу, вот церковь такая есть, и я еще хочу сказать тем, что координирую тюремные служения по Украине. На Украине когда-то было 184 тюрьмы, сейчас 107, вот и практически во всех этих тюрьмах я провожу евангелизации, и мое предназначение как члена наблюдательного совета при Министерстве юстиции, то есть делать то, чтобы в каждую церковь могли приходить служители, и чтобы каждый заключенный мог получить Слово Божие и услышать о Господе. Потому что мое глубочайшее убеждение, что ни срока, ни ужесточения, ни режимы, они не в состоянии изменить человека. Изменить человека может только Бог, только Бог. Вот, и сейчас у меня получилась такая вот возможность, вот этот месяц, я буквально на месяц приехал сюда, ну и, конечно, цель у меня, чтобы немножко собрать средства для того, чтобы проводить служение. Вот на Украине сейчас немножко сложнее, чем было война и прочее, но все равно надо ездить по тюрьмам, надо что-то делать, потому что Церковь Народ Божий не только в тюремное служение, у нас служение с инвалидами, но не все смогли выехать за границу, вот, а есть, и за них тоже надо ухаживать, и сиротское служение, нас тоже это проводим. Вот такое, чем я, чем занимаюсь, чем занимается Церковь, вот, и, ну, цель моего, собственно, приезда. Я благодарю Бога, что в этот вечер я могу быть среди вас, вот, и поэтому хочу немножко поделиться Словом Божьим и поделиться тем, что, собственно, Господь сделал в моей жизни, потому что мое глубочайшее убеждение, если в твоей жизни не было встречи со Христом, да, то, ну, твоя жизнь просто пустая и бессмысленна всего на всем. Пусть ты имеешь хороший дом, пусть у тебя прекрасная машина, пусть у тебя здоровье, вот, и даже не знаешь, где аптека, но если ты не с Богом, то твоя жизнь просто как красивая булька на воде бессмыслится. Но верит человек или не верит человек, да, мы прекрасно знаем тем, что он встретится с Господом, но кто-то услышит «Войди в радость мою, добрый и верный раб», а кто-то услышит «Отойди от меня, а тебя никогда не знал». Вот это, вот это страшно. И что еще хочу сказать, наверное, как многие из вас, когда я учился в школе, я любил поэзию, ну, любил Блока, любил там Есенина, любил Пушкина, других поэтов, да, ну, а стихов, собственно, не писал, но когда Бог вошел в мое сердце, что интересно, вот так читаешь Слово Божие, и вдруг начинаются так вот строчки идти, ты их записываешь, потом немножко пошлюфовываешь, ну, и что-то получается. Вот как-то читал Евангелие от Луки, Евангелие от Луки, и помните, в пятой главе есть интересная история, когда ученики ловили рыбу и ничего не поймали. Помните эту историю? И тогда подошел, когда подошел к ним Иисус, вот, и сказал, ну, заплывите на место, где поглубже, ну, и забросьте сети. То Петр, например, ему сказал, наставник, мы всю ночь тут вот так рыбачили, нас, ну, не везет, не клюет, ну, по слову твоему, забросим сети. Возможно, ему хотелось сказать, что Рави, то есть учитель, ты разбирайся в слове, пожалуйста, не лезь не в свое дело, мы вот рыбаки, мы такие профессионалы, мы прекрасно понимаем, что и как, ну, давай по слову твоему, а потом посмеемся, наверное, да? Ну, тут важно было послушание, да? Вот мы говорим, я люблю Господа, но если я не живу по слову Божьему, то что моя декларация о том, что я христианин, да, если я не поступаю по слову Божьему? Он сказал, мы суть исполняющее слово мое, да? Ну, не в этом. Они забросили сети, и было что-то удивительное, да? И я помню, когда я читал это место, я представил, что я живу, ну, не в 21-м столетии, я живу 2000 лет назад, я на этом Генисарецком озере, вот такая неудачная рыбалка, кто-то проходит мимо и говорит, ну, что, вы там что-то поймали, а я себе думаю, оно тебе надо, поймали, не поймали, ну, иди, куда идешь, да? Ну, как бы мы реагировали на это, да? И тогда вот так стишок этот появился. Всю ночь рыбачили, всю ночь, и хоть бы что, пустые сети, вся рыба вдруг исчезла прочь, как будто нет ее на свете. Ну, хоть бы глупенький пискарь или карасик с полладошки, уж ладно, с нещем на базар, так хоть бы что-нибудь для кошки. А тут еще вот ротозей, с утра пораньше лезет душу, какой улов, ответьте, эй, трясет вопросами, как грушу. Мы злились, хмурились, как вдруг к воде приблизился спаситель. Мы сразу поняли, он друг, он настоящий утешитель, он ни о чем нас не спросил, ему и так все-все известно. Он в лодку Симона вступил, плыви, сказал, где глубже место. Наставник, нос все напролет, мы так усиленно трудились, но не везет нам, не клюет, мы все изрядно истомились в глаза друг другу посмотреть, и то досадно, горько, больно. А ну-ка, Петр, забрось тут сеть, чему твой ропот слов довольна. Ну, если просишь сети, брось, последний раз забросим сети. И тут такое началось, есть чудеса на белом свете. Живым сверкаясь серебром, сеть лучшей рыбой наполнялась, и с переполненным добром к причалу лодка возвращалась, прохладный ветер трепетал на голове курчавый волос, и Петр с восторгом ликовал, кричал счастливый во весь голос. Казалось, в этой кутерьме лишь только он не волновался. Иисус, сидевший на корме, себе чему-то улыбался, на берегу прибоя волной смывал следы, и там Спаситель сказал Петру, «Иди за мной!» И был ответ, «Пойду, учитель, остави все эти и уловы, остави все!» Он понял ясно, Иисус воистину любовь, он Бог, а с Богом все прекрасно. Мой друг, тут для тебя пример, и ты, как Петр, без промедления, всем сердцем Господу поверь, иди путем благословений. О да, земная суета, предвечник вечного страдания, но у Голгофского креста есть место, друг, есть место, друг, для чего? Покаяние, да, надо было знать. Я иногда спрашиваю, мне говорят, оправдание, наказание, знаете, вот так. Ну, я это знал, но я всегда делаю такую паузу. Ну, интересно, или слушатели знают, да? Вода земная суета, предвечник вечного страдания, но у Голгофского креста есть место, друг, для покаяния. Я благодарен Богу, что в моей жизни была встреча с Господом. Я благодарен, что Он хозяин моих планов, намерений, моего сердца и будущего, да? Вот, и несколько слов я скажу о том, что Бог сделал в моей жизни. Вы знаете, я когда помню, впервые читал Библию, и я читал пророка Исаию. И в 49 главе, там есть такой 15 стих, и я убежден, что многие из вас, вы знаете этот стих, там написано, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожале сына чрева своего, да? Я же не буду спрашивать, сестры, дорогие, кого вы носили под сердце, могли бы вы забыть? Вот, и выскать, Виктор, о чем ты говоришь? Конечно, нет. Но я хочу вам сказать, забывают, увы, забывают. Поскольку Церковь Народ Божий, мы занимаемся, ну и детским служением, детдом, интернатами, знаете, вот сиротами, то я хочу сказать, на Украине сейчас около 100 тысяч сирот. То есть при живых родителями чейные дети, около 100 тысяч. Вот, то есть забывают. Но что интересно, когда мы читаем этот стих, 15, там дальше написано. Но если бы и она забыла, я не забуду тебя. И вот это я написано с большой буквы. И когда мы читаем Библию, и читаем эти местоимения, я, мне, мое, с большой буквы, мы прекрасно понимаем, что это говорит Бог. Это говорит Бог. Я помню, когда я впервые прочитал это место, мне просто слезы на глазах набернулись, потому что женщина, которая меня родила, она просто выбросила на меня мусорный ящик. Я хочу вам сказать, любимых не выбрасывают, кого вымаливают, не выбрасывают. Я причину не знаю, откровенно говоря. Я думаю, когда буду на небесах, там вечности, я узнаю причину. Но то, что я был нежеланный, да, вот, я это прекрасно осознаю, вот, потому что просто женщина выбросила меня на мусорный ящик, и поутру, я думаю, что к утру я должен был быть каким-то кусочком сырого мяса, да. А Богу было угодно, что человек выносил мусор, и что там пищит, а может, мыши, а может, крысы. Ну, таким образом я был найден. Фамилия у меня такая, конечно, двойная, Мураль Сикорский, да. Вот, ну, это по фамилии этих врачей, которые меня вынашивали в реанимации, это дали мне, прошу прощения, такую фамилию, дали имя Виктор, Виктор переводится с греческого, это победитель, да. А Иванович, Иванович, страна Иванов, Иванович, ну, вот так. А свидетельство о рождении, просто жирные прочерки, вот, и вот так, вот, у меня жизнь пошла. Ну, знаете, мое глубочайшее убеждение, что верующий человек или неверующий, маленький он или большой, там, знаете, мужчина или женщина, убиленно ли седено его голова, ну, каждый человек хочет быть счастливым, да. Я думаю, присутствующий здесь в нашем зале спросить, хочешь ли ты быть счастливым, так, конечно, за вопрос странный. Конечно, хочу быть счастливым и на улицах спросить, вот, ну, а если вы будете уточнять, вот, в чем ты видишь счастье, ну, мы, конечно, услышим разные ответы, да. Кто-то в работе, кто-то в здоровье, кто-то, вот, в детях, ну, счастье, оно такое относительное, вот. И, конечно, мое детство пошло по детдомам, интернатам, и я хочу сказать, что в этих заведениях хорошего мало. Я рос на синяках, на кулаках, я мечтал, я хотел быть счастливым, и я считал счастье, это когда ты умеешь дать сдачи, поэтому я мечтал где-то, так, знаете, быть сильным, крепким. Вот такие были у меня желания. Я воспитывался в школе-интернат, нас было где-то человек 800. Я помню, когда в этом городе я услышал, что открылась секция по самбо, я пошел туда заниматься. Сколько раз мне тренер спускал коленком под зад с этих ступенек, я все-таки снова лез. Я, знаете, сейчас бы сказали, ну, целеустремленный, вот, ну, такой был настырный, вот, и я был зачислен в эту секцию, он мне хотел делать джим, чтобы я сбежал, но мне очень понравилось, я очень полюбил спорт. Если бы меня в то время кто-нибудь спросил, Виктор, расскажи что-нибудь о дзюдо, потому что сам бы перешел на дзюдо, я мог бы говорить ночью напролет. По сути, что нас наполняет, о том и говорим, не так ли? Если нас наполняют кастрюли, мы говорим о рецептах, если нас наполняют тряпки, мы говорим о каких-то брендах, если нас наполняет политика, мы говорим там, что там, Байден там, Путин, Зеленский, Тимошенко, Порошенко. Что нас наполняет, о том, собственно, мы и говорим. Вы знаете, Слово Божие говорит, о вы, напоминающие Господи, что? Не умолкайте. Иногда мы говорим, я христианин, Иисус в моем сердце, но говорим ли мы о Нем? Хотя Слово Божие говорит, а вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Поэтому так легко себе проверить, действительно ли я христианин, действительно ли Иисус занимает мое сердце, Он есть смысл в моей жизни, да? Говорю ли я о Нем или нет? Хотя мы, согласитесь, вокруг нас столько людей, которые не знают Господа как Спасителя. Даже среди наших родственников, знаете, ты предлагаешь ему где-то пойти в церковь, он на тебя смотрит, что, ну, зачем мне церковь, когда я могу где-то там провести немножко веселее свое время. Вот, мы это прекрасно знаем, но мы как-то так уже, ну, а Бог нас призывает, чтобы мы несли о Нем эту весть. Ну, еще хочу сказать, что тогда спорт для меня был идолом, а что такое идол? Идол это то, что сидит между тобою и Богом, да, идол. Идолом могут быть дети, идолом может быть твоя работа, идолом может быть что угодно. Потому что в мои юные годы спорт был для меня, собственно, все. Вот, ну, вроде хорошо пошел, 17 лет кандидат в мастера, 20 лет я был же мастер спорта международного класса, нос у меня задирался, хоть провода поднимай. Вот, ну, я думаю, что Богу было угодно остановить это безумие. Вот, и в 74-м году, 20, ну, 21 год мне тогда был, я попал в автомобильную катастрофу, и вся моя спортивная карьера рухнула, развалилась. Вот я до сих пор, собственно, хожу на палочке. Но желание быть счастливым, оно никуда, никуда не исчезло. И я хочу вам сказать, я искал счастье в дипломах, потому что после больницы я поступил в Киевский университет имени Шевченко, я учился на философском факультете, изучал кучу измов. Но на такой вопрос, чего ради ты живешь, я не мог дать вразумительный правильный ответ. И я хочу сказать, без Бога, без Слова Божия, вы не дадите правильный ответ, ну, чего ради мы живем, да? Кто-то скажет, я же вы ради жены, или там ради детей, или я хочу там какую-то карьеру сделать, или прочее. Но мы прекрасно понимаем, что, как и Клисиаста написано, да, помните, Клисиаста, там в третьей главе написано, всему свое время, время всякой вещи под небом, время рождаться, время умирать, время собирать, камни разбрасывать, да? Вот такая она жизнь. И придет время, и все это оборвется. Будет год твоего рождения, год твоей смерти, и маленькой тире, как вроде кто-то вычеркнул твою жизнь. Какая-то бессмыслица, знаете, просто какая-то бессмыслица. Вот, и я не мог дать ответ на это, хотя я изучал кучу измов, а не мог дать ответ. Вот, и я помню, когда в студенческие годы я пришел к такой мысли, что жизнь одна, и эту жизнь надо прожить в свое удовольствие, а чтобы прожить эту жизнь в свое удовольствие, в ничем себе не отказывать, для этого надо иметь достаточно маны-маны-маны, как говорили, счастье не в деньгах, а их количестве. Вот, и где-то на уровне подсознания мне была эта идея быть богатым человеком. И так получилось, что я познакомился со своей женой, а жена моя работала на полиграф-книга, и когда я ходил по этой фабрике, мне интересовало, как делаются иллюстрации, да? Вот у меня книга есть «Поэзия от сердца» для Селиви, да? То есть «Такова жизнь». И тут как бы 18-й псалом, да? «Небеса про победу и славу, в делах вещает тверь». Ну, как она делается, какая технология? И я загорелся тем, чтобы заняться полиграфией в домашних условиях. И вот это увлечение в домашних условиях, полиграфией, меня почему-то, помню, тогда заинтересовало, а могу ли я делать водяные знаки? Я начал экспериментировать с бумагой, я научился это делать, водяные знаки. И потом, когда я взял 25-рублевую купюру, помните, были такие середенькие, да? Вот такие у меня образец есть такой, может, кто-то забыл, какие были, да? Вот, я когда разбил на цвета, я прокатал, и у меня с первой купюры, ну, получилось идеально. Настолько идеально, ну, смотришь, как надо, Владимир Ильич без кашкета, звездочки имитируются. Ну, единственный недостаток, на каждой купюре один и тот же номер. А кто на эти номера обращает внимание? Человеку важны достоинства купюры, и что ты можешь приобрести. Я хочу сказать, что я печатал эти деньги 3,5 года. 3,5 года, и за эти 3,5 года, я искренне признаюсь, ни разу никто не сказал, извините, я эту купюру у вас не возьму, она какая-то подозрительная. Знаете, ну, ни разу. Но если бы вы спросили, а, Виктор, а скажи, а ты вообще-то был счастливый человек, я хочу вас, я хочу здесь консертировать факт, что я ни одного дня, ни одной минуты, ни одной секунды я не чувствовал себя спокойным, счастливым человеком. Я думаю, вы со мной согласитесь, что грех, грех, да, он не делает человека счастливым. Он не делает человека счастливым. Я иду по улице, кто-то на меня внимательно посмотрит, я думаю, все, милиция, окружили, живой не дамся, знаете, и ты стоишь мокрый, вот, или милицейская машина проезжаешь, и твое сердце на тарабане где-то в пятках. Вот, и как салмопевец Давид, салмопевец Давид говорит такие слова, «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». 118 Псалом, это 71 стих, и немножко выше, там 97, он говорит, «Прежде страдания моего я заблуждался, ныне имя твое славлю». Другими словами, он говорит, что благословены те страдания, которые приводят нас к Богу. Благословены. Может быть, в вашей жизни все замечательно, прекрасно, вроде и Бог не нужен, да? Вот, но вдруг тучи над головой, молнии засверкали, и вы, Господи, взываете, я хочу сказать, благословенно. Вот, потому что, когда меня арестовали в 85-м году, я считал, что это, ну, несправедливо, я хороший человек, я помогал государству выпускать денежную массу, мне надо орден, мне надо пригласить где-то там, ну, на монетный двор экспертам. Вот, Верховный суд, Верховный суд требовал расстрела, прокурор требовал расстрела, статья была 10 лет до высшей меры наказания, 79-м. Вот, и если бы, ну, не перестройка, если вы помните, 85-86 год, тогда к власти пришел Горбачев, началась эта пресловутая перестройка, и я глубоко убежден, что это Бог устроил эту перестройку ради фальшомонетчика Сикорского. Это Бог устроил эту перестройку. Вот, меня не расстреляли, дали мне сразу 14 лет, потом 4 года было срезано, потом 10 лет без права на амнистии, и я мечтал о том, что если я когда-нибудь выйду на волю, я буду печатать деньги, разбрасывать их прямо пачками, зачем чеку работать, вот, я считал, что я очень хороший человек, я ни одной старушке не проходил мимо, если не тыкну ей четвертак, пусть и фальшивый, я хороший человек, вот, ну, и вот такие были мои мысли. Помните, в 55-й главе пророка Исаия, там есть такие слова, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши, да? Иногда, я думаю, каждый из нас согласится, что иногда мы делаем, строим себе планы, а есть некто, кто в эти планы вносит свои коррективы. Я хочу сказать, что когда я еще застал верующих в тюрьмах, что интересно, я застал еще верующих в тюрьмах, если бы кто-то сказал бы, Виктор, пройдет немножко времени, ты будешь такой, как они, я сказал бы, я, как они, да никогда в жизни, никогда в жизни. Мне считалось, что совершенно другого теста слепленный, и это точно не для меня. Допустим, скажут там верующим человеку, возьми венчик, подмети, он возьмет венчик, подметет, что там надо, попробуй мне, скажи, возьми венчик, этот венчик поломаю на голове того, кто мне так сказал, и мне казалось, что совершенно другого теста. Я жил своей жизнью, у меня были свои планы, вот, а в 88-м году узников совести выпускали на свободу, а в 89-м году к нам приехала группа верующих. Вот я смотрю, как ваша группа поет, замечательно, прекрасно, не думаю, на небесах Господь скажет ангельскому хору, а ну помолчите, пускай вот это с первославянской, первославянской, да? Да, пускай они там споют, и будете петь, вы репетируете хорошо, да? Вот, очень красиво, и я вспомню, когда это с киевских церквей приехала группа верующих, тогда это 7 августа 89-го года, и как они красиво пели, я думаю, так красиво петь даром никто не будет, а филармонии наняли, заплатили, стараются, вот, и когда они поднимали Библию, говорили, так Бог возлюбил, и меня заело то, что я вроде так с претензией на какую-то духовность, ну, есть там высший разум, можно так, можно так, но этой книге я не держал в своих руках никогда, вот, они говорят, если историю рассказывали о разбойнике, которого распили, и помните, один из разбойников, обратившись к Иисусу, сказал, Господи, помяни меня в Царство Твое Небесное, и что он ему ответил? Вот, прямо вот тогда, ныне ты будешь со мною в раю, такие сладкие слова, скажите, разве никто не хочет с нас услышать, с Иисуса, именно вот такие драгоценные слова, ныне ты будешь со мною в раю, а мы что-то услышим, когда мы встретимся с ним, знаете, и когда они это говорили, мне заело это очень, что я этой книги не держал в руках, я Библии не читал, я стал прямо с места кричать, дайте мне эту книжку, и мне дали Новый Завет, и он сказал, пообещай, что ты ее прочитаешь с первого буквы до последней точки, я сказал, можешь не переживать, сроку хватает, я очень внимательно прочитаю, вот, и он мне сказал, когда ты будешь отрывать Слово Божье, перед тем, как ты будешь читать, просто помолись, скажи, Господи, открой глаза моего сердца, вразуми, настави меня, я хочу вам сказать, до сих пор это помолюсь, и действительно, тут каждой буквочки горы мудрости, я сказал, хорошо, хорошо, вот, и, конечно, они после своей песни на благовестие их вывели, тюрьма из тюрьмы, ты 24 часа на глазах, и я хочу вам сказать, когда я начал читать это слово, немного было непонятно, да, вот, когда открываешь Иван Георгий от Матфея, да, Авраам родил, Исаак, Исаак родил, Иакова, Иакова родила, ну, ничего себе, мужики рожают, вроде, ну, женщины должны рожать, тут мужики рожают, я давай все выписывать, но что интересно, что когда я прочитал это Евангелие до конца, я мало что понял, но, мне кажется, я понял одну маленькую, но очень важную истину, я неправильно живу, я неправильно живу, знаете, такое было впечатление, меня кто-то так встряхнул, и я вокруг себя смотрю, какая-то мышинная возня, вот такое все, вот, и я помню, мои мысли, они были вокруг Иисуса Христа, мне кажется, Дух Святой уже начал работать над моим сердцем, и однажды мне появилась такая мысль, «А какой я в глазах Божьих?» И когда я посмотрел, как бы, глазами Христа на себя, я понял, куда ни ткни гниль, ничего хорошего, ничего хорошего, я прекрасно понимаю, что если моя жизнь оборвется, я буду, я буду где? Я буду в аду, ну, сказать человеку, ты хочешь в аду? Он скажет, ты что, больной? Конечно, нет, мы даже мыслим, стараемся, думаю, что где-то получится нам как-то так место на пороге завоевать, конечно, вот, вот такое, а что делать? А что делать? Вы знаете, я снова начал пересчитывать это Евангелие, но я уже читал его не мозгами, я его читал сердцем, Господи, а что делать? Это действительно ответы на все вопросы твоей жизни, да? Что бы тебя ни тревожило, что бы тебя ни задевало, читай Слово Божие, читай с молитвой, и Бог даст тебе ответ, Бог на ту или иную вопрос твоей жизни. И я читаю, покайтесь, ибо приблизилось к Царству Божьему. Я благодарен Богу, что моей жизнью было 10 сентября 89-м году, когда я принял это решение, я говорю, Господи, я буду каяться. Это была ночь, это было, вот, я вышел за барак, я встал там на колени, поселил тряпочку, что интересно, я Богу такую речь придумал, да, я ему скажу, я ему расскажу, что если бы не мусорки, не аварии, ну, не нужда, да, да я бы мухи не обидел бы, да, но Бог-то не прокурор. Во многих церквях, знаете, что написано? Бог есть любовь, Бог есть любовь. Я помню, когда я встал на колени, я поднял глаза к небу, и такой темно-синий бархат, и такое впечатление, что кто-то разбросал прежние алмазов. Я смотрел на это небо, и, казалось бы, столько раз смотрел на него, но в этот момент я смотрел, и я говорил, Господи, неужели это ты, неужели это ты, ну, сотворил эту вселенную, вот, и я какая-то песчиночка, какая-то пилиночка, это мироздание, неужели для тебя что-то значу? Вы знаете, я никогда не плакал, но эту ночь у меня слезы струились, и я просто лепетал, ну, как ребенок, знаете, я лепетал, и говорю, Господи, я не хочу жить, как я живу, я не знаю, кем будет завтрашний день, но он в руках твоих с этого момента, с этой секунды. Моя жизнь принадлежит тебе, что хочешь, хочешь, делай, если смерть, смерть. Я лепетал, лепетал, и когда я встал с этих колен, мне казалось, что я подпрыгнул бы, наверное, до этих звезд бы допрыгнул бы, знаете, и до сегодняшнего дня, я очень благодарен Богу, что у меня было 10 сентября, что Бог развернул мою жизнь, мои взгляды, планы, намерения, он все, все изменил, да, потому что, говорит, все изменил, вот, и я считаю, что на 4-м году Господь вошел в мое сердце, вот, и так, я считаю, что 4 года я находился в заключении, а остальное время, да, я вроде там находился за колючей проволокой, но Слово Божие говорит, что деду Господен там, свобода, да, и я считаю, что эти годы, да, до моего освобождения, это были годы, ну, евангелизации, да, мне было почему-то такое ощущение, что вот Господь придет, вот Господь придет, а я еще не всем рассказал о Боге, я каждый человек хватал за рукав, я говорю, слушай, мы неправильно живем, ты понимаешь, Иисус приходил в этот мир, ну и что, как, ну и что, он жизнь за тебя дал, ну и что, знаете, ну, и я хочу к своему стыду, что поначалу я, как, ну, думаю, я им все, Евангелие рассказал, он шокает, как, лупанешь его так, ты что дерешься, ну, а что ты шокаешь, ну, ну, каяться надо, а ты шокаешь, ну, конечно, так не евангелизируют, мне братья потом объяснили, что так нельзя, Иисус так не делал, надо любовью, вот, ну, это были мои семинарии, и я очень благодарен Богу, что он работает над моим сердцем, и поныне он работает над моим сердцем, и когда мне сказали, с вещами на выход, верите, я прибежал к начальному колонии, я говорю, Владимир Романович, добавьте мне еще пару месяцев, он говорит, слушай, я за 20 лет первый раз такого больного вижу, каких пару месяцев, я говорю, Владимир Романович, мы еще там, ну, библейские скидки не закончили, Владимир Романович, у нас все работы на санчасти столько, мы взяли, ну, санчасть ухаживать за больными, он так удивлялся, ну, конечно, говорили, это я здесь в тюрьме такой верующий, я выйду, потеряюсь, конечно, искушение везде, и там, и за колючей проволокой, и когда ты вышел на волю, вот, конечно, искушение, я помню, когда я встретил с своей женой, моя жена говорит, если я кого-то в жизни ненавидела всеми фибрами своей души, то это тебя, если бы она была тебе вытереть в своей памяти, вытерла бы в 3 секунды, ну, Верховный суд, когда у нас была конфискация, и все, ей пришлось это пережить, квартиру забрали, выбросили на улицу, она по квартирам, ну, по общежитиям, вот, очень тяжело, конечно, я помню, когда я сказал, Людочка, я другой человек, Иисус в моем сердце, я христианин, она мне говорит, что, мне еще монаха в доме не хватало, с тюрьмы нормально не приходят, знаете, таким же протяжным ре, вот, ну, я хочу сказать, на сегодняшний день моя жена, она прекрасный помощник, поверьте, ни одного стиха я не считаю в церкви, если она мне скажет, о, хорошо написал, можешь считать, или скажет, ну, работай, никто такую пробу не разберет, как она, и когда в 2002 году мне руку полагали на пастырское служение, жены, они обязаны молиться, да, за мужей, я помню, она стояла на колене, и я запомнил ее молитву, потому что ее молитва была очень маленькая такая, знаете, она говорит, Боже, я своего Виктора видаю тоби, а лави не так твей, аминь, это была вся ее молитва, я иногда ей напоминаю, кому ты меня отдала, да, тому претензии, потому что жены хотят, чтобы муж был при ноге, да, вот, туда-сюда, вот, вот я ей об этом напоминаю, и в моем доме, там, когда открываешь дверь, прямо над зеркалом написано, в этом доме хозяин Господь, воздайте ему хвалу, это некрасивая надпись, это декларация наших отношений, вот, я иногда эту вывеску снимаю, и она мне говорит, зачем ты снял эту вывеску, я говорю, Людочка, ну зачем нам врать, что у нас хозяин Господь, когда ты тут расходишься, знаешь, ну зачем врать-то, знаешь, вот, и вы знаете, когда проходит неделька, вторая, я смотрю нежность в словах, я смотрю, и все наварено, щеблеты почищены, и все, вот такое, вот тогда я эту вывеску опять вешаю, да, вот, и я стараюсь, я мог бы говорить, вы знаете, ну, в одной церкви, мне друг такой был, Полик, и он говорит, мне в деревне, где он живет, сказали, чтобы я не приезжал, если я Сикорского не привезу, ну, то есть захотели услышать, вот, и он говорит, я обязан тебя привезти к себе в село, я такое отступление делаю, да, я помню, я приехал в это село, вот, там собралась такая горница, полная, ну, люди, знаете, в платочках, да, село, я говорю, сколько я могу говорить, они говорят, сколько хочешь, знаете, я говорил, шесть с половиной часов, вы знаете, никто не ушел, да, они только сказали, знаете, как в селе утром выгоняют коровы, а вечером надо их, ну, по сараям, да, разобрать, вот, они говорят, Виктор Иванович, вы никуда не ходите, мы сейчас вот это коровы, ну, готовы были и дальше слушать, поэтому я мог бы говорить и говорить, но о чем я хотел сказать, я искал счастье, я искал счастье, я искал счастье в бицепсах, я искал счастье в дипломах, я искал счастье в деньгах, даже настоящие деньги, я убежден, не всегда делаю человека счастливым, вы обратили внимание или статистику, где больше суицида? Казалось бы, среди богатых, обеспеченных людей, что вам еще не хватает, да? Вот, суициды, суициды, да, ну, вот, и я благодарен Богу, что я нашел это счастье в Иисусе Христе, и сегодня, где бы у меня не было возможности свидетельствовать Господи, я заявляю о том, что счастье человека, когда ты в руках Божьих, когда ты в самых надежных руках, когда ты осознаешь и понимаешь, что твоя жизнь, это, по сути, экзамен предвечностью, да? И нас всех ожидает небо, я очень люблю небо, я очень люблю небо, у меня вот сборник поэзии, да, вот, авторский такой, и я хочу сказать где-то одна треть из стихов, а не о небе. Я в восторге всем сердцем лику, я в небеса устремляю свой взгляд, я стремлюсь к отчизну святую, где мне сам Иисус будет рад, для Него я так многое значу, за меня Он на крест вознесен, я заплачу от счастья, заплачу, что от гибели им я спасен. Он, я верю, с Ему улыбнется, превращаясь в лизинки в алмаз, и так нежно ко мне прикоснется, что зияние вспыхнет из глаз. Я в восторге всем сердцем ликуя, вместе с ангельским хором спою. Аллилуйя, Христу, аллилуйя за спасенную душу мою. Мы будем благодарить Бога за то, что Он нас нашел в этом бушующем мире, и благодарить за то, что в этом выборе между смертью и жизнью, как Моисей говорит, выберите жизнь и смерть, предлагаю тебе. Что выберите? Даже подскажите, выберите жизнь. Мы выбрали Иисуса своим поводарем в этой жизни. Мы будем благодарить Бога за этот выбор. Это очень важно. Поэтому, если кто-то еще не прибирился с Богом, не откладывайте на потом. Иногда мы думаем, ну, я знаю, Бог есть, ну, я где-то так почувствую, там дыхание смерти, и я обращусь к Богу. Ты можешь просто уснуть и не проснуться, и сердце становится, и твоя вечность будет в аду просто-напросто. Поэтому, если ты сознаешь, понимаешь, что в твоих отношениях с Богом что-то не так, настрой эти правильные отношения. И я хочу сказать, что я искал счастье в бицепсах, а сейчас я нашел в Иисусе Христе. В Иисусе Христе. И я вначале, помните, говорил, что меня на мусорке нашли, и эти жирные прошерки, они никуда не делись. Но я сегодня везде и всюду, где только есть возможность, я заявляю, я не есть сирота. Я не есть сирота. Почему? Потому что я кровь Иисуса, пролитая на кресте Голгофы, я омыт, очистен. Я дитя Божие. Как многие из нас, мы дети Божие. А если ты дитё Божие, то ты имеешь привилегию называть Ава-Отче. Ава-Отче. Неверующий человек не может называть Ава-Отче, Отец его небесный. Поэтому я считаю, что я не сирота, у меня огромная, прекрасная, чудесная семья, а мы – это кровь Иисуса Христа. И быть дитём Божьим – это большое счастье. И у меня действительно лимитировано время. Но тем не менее, мне хочется в заключение вам ещё одно стихотворение прочитать. Если вы... Вообще-то, хорошие стихи или так себе? Слушай, мне один брат написал историю о ослика, который упал в яму. И чтобы, собственно, было с этим осликом. Бедный ослик оступился и в колодец провалился. И кричит, о горе мне, страшная яма я на дне, помогите, помогите, из могилы извлеките, я ещё живой, живой, смилуйтесь надо мной. Слышит крик осла хозяин. Был ему он друг и барин, но решил, а если толк и колодец-то глубок, он давно пустой, безводный, для хозяйства непригодный. Чего тянуть осла оттуда? Зря кричит, не будет чуда. Взял лопату и натужно сыпит землю, сколько нужно, чтобы яму завалить, ну, осла похоронить. В общем, спорится работа. До усталости, до пота. Стал хозяин, не поймёт, что-то ослик не орёт. Глядь, а ослик не сочкует, землю под себя трамбует. Так, работая ногами, ослик выбрался из ямы. Тут, мой друг, и насказание. Жизнь бросает испытания. Грязь летит, как из лопаты. Ложь, обиды, компроматы. А что же делать? Боль, тревоги. Ты встряхни себе под ноги. Пусть метут порой метели. Ты стремись к небесной цели. Да? Я думаю, что по дороге на небеса мы сегодня собрались здесь. И завтра этот вечер для нас будет просто историей, да? Но мы ближе, 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 Господь к тебе, да? Как поём в одной песне. Вот. Поэтому у меня есть книжечки «Точка, нет, запятая». То есть, да? Бог делает запятую. История фочеманечка о спасённом Иисусе. Мне тут немножко в общем сказал, тут немножко подробнее. Тут немножко эти стихи, вот эти же я читал. Есть и «Поэзия сердца». Кто-то, если будет иметь желание поддержать это служение, да? Которое мы сейчас такое критическое время, военное время проводим на Украине. Вы можете меня приобрести. Вот. И я хочу просто собрать пожертвование на дело Божие. Я с удовольствием вам подпишу. И пусть вас Бог благословит. Я благодарю Богу, что вы внимательно слушали, не перебивали. Пусть вас Бог благословит. Иисус вас любит, и Сикорский тоже. Аминь. Спасибо.